И здравствуй, YouTube! С вами Зисанхедж, и вы смотрите вторую часть обзора по модификации Extra Utilities. Мы с вами продолжаем обозревать этот замечательный мод. Поехали! Штука под названием Portal to Deep Dark. Это, собственно, как раз вот есть портал в новое измерение, которое нам предоставляет Extra Utilities. Делается он при помощи Triple Compressed Cobblestone, то есть в три раза сжатый Cobblestone, и один Quadriple Compressed Cobblestone, то есть в четыре раза сжатый Cobblestone. И четырех снова вот этих вот нестабильных слитках, о которых я вам обещал рассказать попозже. Давайте на самом деле поставим этот портал в мир. Так вот он симпатично выглядит. И попробуем туда переместиться. Правой кнопкой мышки у нас генерируется территория, и что мы здесь с вами увидим? Мы появились в коробке из Cobblestone, состоящей. Уровень у нас с вами 152, как вы видите на миникарте, то есть мы с вами достаточно высоко. Как только мы это сделали, наша задача, собственно, копать. В принципе, вы можете не скапывать вот эту вот гору, вы здесь в любом случае не найдете ничего, кроме, собственно, обычного камня и иногда Cobblestone. Для чего же нам нужно это измерение? Во-первых, как только мы с вами выберемся из этой коробки, где-нибудь вот там вот внизу, ну, в принципе, я в креативе, мне ничего не страшно, поэтому я, ой, я буду копать строго вниз. Вот, собственно, я и выбрался. Я падаю, 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 я поднимаюсь, здесь ничего не видно, здесь очень темно, и поэтому называется это измерение Deep Dark, то есть в полной темноте. Давайте как-нибудь попробуем себе осветить здесь вход. В принципе, как только вы выбрались из коробки и куда-то вот там упали, я даже, верите, нет, ничего не вижу, куда я падаю, вот что-то вроде земли здесь появилось. Ваша задача, как можно быстрее осветить все вокруг себя. Почему? Потому что здесь даже темнота вас убивает. То есть, если вы будете находиться в темноте дольше, чем какое-то определенное время, к сожалению, не скажу вам точно какое, у вас начнет убывать здоровье. И в конце концов вас темнота просто поглотит и сожрет. Более того, в этом измерении спаун мобов увеличен в два раза, то есть они здесь спауниваются в большем количестве, они здесь немножко сильнее, чем в овере. И еще один неприятный момент, собственно, даже наш замечательный магматорч не может, как-то он по-другому назывался, магнумторч, не может справиться с тем, чтобы остановить спаун этих мобов. И я вам даже скажу больше того, здесь даже факелы обычные не могут запретить мобам спауниться. То есть, вот мы здесь факелов наставили, а при всем при этом мобов здесь спауниться вполне себе могут. То есть, они не реагируют на свет. В качестве плюсов в этом измерении есть приличное количество подземелий, если это можно, конечно, так назвать. Приличное количество таких сооружений, в которых вы можете найти просто немеряное количество сундуков с лутом. И, кроме того, все руды, которые у вас генерировались в оверворлде, здесь генерируются с двойной силой, с двойной вероятностью. То есть, у вас здесь будет в два раза больше железа, в два раза больше угля и всего прочего. Что там, золото, алмазов, не знаю, что вы можете придумать. Так что копать вы можете вполне себе вниз, для того, чтобы найти руды. У меня, правда, сейчас не получается это сделать, как обычно в кадре. Ну, при всем при этом, так оно должно быть. Вы даже нашли с вами какое-то обычное подземелье. Вот. И обязательно, конечно же, прежде чем сюда пойти, подумайте, как вы будете отсюда выбираться. Потому что строить такую здоровую штуковину, особенно учитывая то, что темнота вас ест, не забывайте. То есть, вы при строительстве, допустим, столба вверх должны заботиться о том, чтобы он был освещен. Иначе вас просто съедят. Такое вот, собственно, интересное измерение. Соответственно, чтобы вернуться, просто возвращаемся на место нашего спауна, кликаем еще раз правой кнопкой мышки, возвращаемся в то место, откуда мы с вами, собственно, ушли. Вот для чего нам нужен этот самый портал, как его там бишь? Камушек. Portal to the Deep Dark. Следующий предмет называется Drum, или бочка. Собственно, делается он вот таким вот образом. Нам нужно Weighted Pressure Plate, ванила предмет, нам нужно железо, нам нужен котел, и получаем мы такую бочку. Одна бочка может себе хранить 256 ведер любой жидкости. Собственно, количество бочек здесь будет пополняться в зависимости от того, сколько у вас жидкостей зарегистрировано в Майнкрафте, учитывая вашу сборку, учитывая ваши моды. При всем при этом эти бочки могут хранить только один тип жидкости, то есть они фактически работают как бочки, скажем, из Jabba или из Factorization. И вы можете забирать жидкость из них при помощи труб снизу, или можете наливать в них жидкость при помощи труб сверху. Такая вот штуковинка. Давайте, допустим, возьмем какой-нибудь Lavodrum и поставим его сюда. При всем при этом Vyland сверху любезно подсказывает, сколько у нас сейчас здесь хранится жидкости. Также вы эти бочки можете красить. Красить вы их можете при помощи правого клика с помощью какой-то краски. Давайте возьмем себе, допустим, Cactus Green и кликнем правой кнопкой вот по этой бочке. Он полон водки. Откуда у нас, кстати, взялась водка? Что-то я не помню такой жидкости. И у нее нету рецепта. Это, видимо, R.W.Tema, автор модификации Extra Utility, с таким образом пошутил. И я почему-то не могу ее перекрасить. Какая прелесть. Ух! Да, его, видимо, придется сделать стандартным способом, чтобы покрасить. Я этого делать сейчас не буду. Но при всем при этом, знайте то, что, в принципе, вот таким вот образом мы можем перекрашивать наши бочки. У нас пока это сделать не получается. Вот. Ладно. Разобрались с бочкой водки. Едем дальше. Что у нас тут есть еще? Так, это потом. Во. Собственно, мы с вами добрались до генерации энергии. Хотя, наверное, знаете генерацию... Нет, я должен о ней рассказать. Есть у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать видов генераторов энергии. Начиная от самого простого, survivalist generator, или, собственно, генератор, как сказать, человека, который пытается выжить. Я не знаю, как survivalist правильно перевести одним словом. Делается весьма просто. Давайте его возьмем и куда-нибудь поставим. Симпатичная весьма моделька. Давайте откроем его интерфейс. Мы увидим то, что ему нужно какое-то горючее. Давайте возьмем обычный, скажем, уголь. Ну, это я пожитился. Давайте возьмем много. Мы видим то, что он, собственно, вырабатывает уровень энергии 5. Вот у него здесь пошло RF. Кстати, да, собственно, в качестве вида вырабатывания энергии в Extra Utilities используется Redstone Flux и The Storm Expression. Причем он здесь используется даже если у вас не стоит Storm Expression, как у меня. Он у меня не установлен в этой сборке, но, как вы видите, у меня все равно вырабатывается Redstone Flux. И, собственно, время, которое еще наш генератор сможет протянуть на текущем количестве одного скормленного угля. В принципе, этот генератор достаточно медленный, но при всем при этом очень-очень экономный. То есть, вот вы видите, что мне одного куска угля хватило, ну, приблизительно на 27 минут, наверное. Может быть, на 26 с половиной. Так что при всем при этом, как только вы начали себе вырабатывать энергию, вот эти вот генераторы, особенно вот этот вот генератор, будет вам вполне себе в помощь, что называется. Дальше. Какие у нас еще есть генераторы? Furnace генератор. Совершенно обычный генератор, который также требует питания обычной печи. Давайте его поставим. Он вырабатывает 80 единиц Redstone Flux за тик. Но при всем при этом, как вы видите, он кушает, собственно, горючее, как черт. То есть, одного куска угля нам хватает секунд, по-моему, на 12. Давайте посмотрим. На 15. Я почти угадал. Но вырабатывает он, конечно, намного больше, чем вот этот вот. 5 против 80. Следующий генератор называется Lava Generator. Делается вот таким вот образом. Как вы можете догадаться из названия, он питается лавой. Давайте его куда-нибудь поставим. И посмотрим. В него нужно каким-то образом закачать лаву. Давайте возьмем ведерко лавы. И попробуем ее залить. Собственно, мы залили сюда лаву. Он также вырабатывает 80 Redstone Flux за тик. И я вот... Ага. Он использует 100 амири бакетов, то есть 1 десятую ведра, на то, чтобы разогреть генератор в течение 10 секунд. В принципе, можно использовать вполне себе его. Для того, чтобы вырабатывать энергию. Едем дальше. Enter Generator. Весьма такая недешевая штуковинка. Учитывая то, что... Догадайтесь, чем он питается, судя по названию. То есть генератор края, да? Вся фигня. Питается он у нас с вами, вы не поверите, эндерперлами. Но учитывая то, что у вас есть, в принципе, эндерлили, которые очень медленно растут. Но при всем при этом мы с вами получаем, собственно, генератор, который вырабатывает 80 Redstone Flux за тик. И вот я туда скормил 16 штук наших эндерперлов. Нам этого хватит на 5 с половиной часов. То есть, в принципе, куча энергии. Очень неплохо. Хоть и немножко дороговато в производстве и в обслуживании. Дальше. Hitted Redstone Generator. Делается вот таким вот образом. Опять же, судя из названия, вы можете догадаться, чем он питается. Питается он у нас с вами либо Redstone. Давайте возьмем себе Redstone. Единственное, что ему также для работы нужна лава. Залили лаву. Дали ему 1 Redstone. И давайте посмотрим. 160 Redstone Flux затик. Он использовал 100 милибакетов лавы на где-то 4 с чем-то минуты. Тоже весьма, в принципе, неплохо. Более того, если у вас установлен Stormal Expansion, опять же, у меня не установлен, вы можете в него закачивать расплавленный Redstone. При всем при этом лава ему уже не понадобится. Он будет работать на нем. Следующий генератор, который у нас есть, называется Culinary Generator. Или генератор, который питается, собственно, кулинарией. То есть, мы этому генератору будем с вами скармливать еду. Он понимает еду из любых модов. То есть, если вы, допустим, используете Agriculture, вы вполне можете его питать, скажем, вот этой вот едой. Давайте возьмем себе жареный Peanut Butter Jelly сэндвич и положим его в генератор. Обманул меня RW тема. Нельзя сюда использовать еду из, по крайней мере, мода Agriculture. Странно. Ну, ладно, давайте тогда возьмем стейк. Положим его сюда. Увидим то, что он вырабатывает 80 Redstone Flux в течение 30 секунд. Чем лучше еда, чем больше она восстановит вашего, как сказать, уровня голода, тем больше либо энергии будет вырабатывать этот генератор, либо он будет дольше, собственно, здесь, как сказать, работать на одной единице нашего питания. Если мы хотим подробностей, нажимаем на клавишу Usage и, собственно, видим. Он вырабатывает больше RF, если пища более голода утоляющая. И, собственно, чем больше она восстанавливает вашего Хангер Бара, тем больше RF он будет вырабатывать. То, что я и сказал. Ладно, едем дальше. Potions Generator. Очень страшная штука. Работает, собственно, опять же, как видно из названия, на зериях. Давайте его поставим. Нам нужно сюда положить какое-нибудь зерие. Допустим, Potion of Regeneration на 22 секунды. Положим его сюда. 160 Redstone Flux на 40 секунд. То есть, то же самое, что у нас бы дало это зерие, если бы мы его выбили на себя. Но при всем при этом у нас просто вырабатывается Stone Flux. Не знаю тоже, на самом деле, насколько хороший генератор, но можете попробовать. Делается, я вам, кажется, показал как. Следующий генератор весьма своеобразный. Называется Солнечный генератор. Фактически, это солнечная батарейка, но для производства нам нужен блок алмазов, что недешево. И у него есть одна особенность работы. Так что не спешите хлопать в ладоши и радоваться, что у вас теперь появилась халявная Minecraft энергия. Нет, это не так. Давайте его поставим. Во-первых, для своей работы он, естественно, должен видеть Солнце. Он не будет работать ночью, но у него также есть два режима работы. Давайте посмотрим интерфейс. Мы увидим, что он вырабатывает 40 Redstone Flux Azotique. И сейчас он находится в режиме Charging, то есть зарядка. Вот он, собственно, начинает вырабатывать энергию. Но если мы к нему подсоединим какую-нибудь трубу или потребителя этого энергии, ничего не произойдет. Потому что для того, чтобы этот генератор начал отдавать энергию, нам нужно ему подать Redstone сигнал. Допустим, рычаг. Как только мы это сделали, у нас с вами в генераторе пошел обратный отсчет. В течение 10 секунд генератор просто будет тупить и переключать свои режимы. Как только это произойдет, у нас генератор переключится в режим Transmitting. То есть он передает энергию. Он больше не заряжается. Вот то, что он накопил, он будет отдавать. У нас здесь сейчас с вами отдавать некуда. Поэтому он, собственно, просто ничего не делает. Так что энергия, конечно, халявная, но не настолько простая, как вы могли подумать. Дальше есть у нас TNT Generator. Генератор, который, собственно, работает на динамите. Ох, фантазия у RWTI просто зашкаливает. Давайте его сюда поставим и, собственно, посмотрим. Такой вот у него интерфейс. Давайте возьмем себе TNT. Одну штуку. И положим сюда. Во-первых, он вырабатывает 8 Redstone Flux в течение 4 минут. И он взрывается. Более того, если вы с ним будете находиться рядом в процессе его работы, вас тоже заденет. Так что, если вы поставили такой генератор, то постарайтесь, чтобы рядом с ним не находилось ничего вам полезного. То есть, что вы сами к нему не будете часто подходить, что здесь там не ходят какие-нибудь коровы, овцы или что-то типа того. Хотя, в принципе, вы можете поставить куда-нибудь, допустим, на ферму мобов, чтобы эта штука заодно убивала мобов. При всем при этом, как вы видите, ландшафт она не разрушает. Она наносит только повреждения находящимся рядом с сущностям. Едем дальше. Генератор, который был специально сделан для девушки-майнкрафтерши с ником Aurelion, называется Pink Generator. Или, собственно, розовый генератор. Делается он вот таким вот образом. Survivalist Generator. Вокруг, собственно, розовое дерево. Это важно. Именно розовое. Любое другое не подойдет. Собственно, два редстоуна и печка. Этот генератор будет работать на всем розовом. Давайте его поставим сюда и возьмем, не знаю, розовый по-английски pink. Возьмем, допустим, это вот самое pink wool, допустим, шерсть. Положим сюда одну штучку. Мы увидим, что он вырабатывает 40 редстоун флагса за тик. И будет на этой нашей шерсти работать в течение 20 секунд. Ну, тоже скорее баловство. Но при всем при этом, если вы любите розовый цвет, то почему бы нет? Пусть будет. Так, я сброшу себе инвентарь, потому что я скоро запутаюсь. Так, и, собственно, два у нас генератора осталось. Первый High Temperature Furnace Generator. Это, собственно, генератор типа печки высокой температуры. В чем его отличие от обычного Furnace Generator или, допустим, от Survivorist Generator. В том, что, во-первых, давайте посмотрим на его интерфейс. Он такой же. Положим сюда один уголь. И у нас он очень быстро прошел. Что случилось? А случилось следующее. Чем больше этот генератор в себе будет содержать энергии, тем, во-первых, у него будет выше уровень вырабатываемой энергии. И тем на дольше хватит горючего по продолжительности. То есть, допустим, сейчас мы с вами вырабатываем 46 редстоун флагса. И он все еще разогревается. В итоге он, если мы с вами посмотрим на его usage, не написано, сколько он сможет вырабатывать максимально, к сожалению. Но это нужно проверять, что называется, самостоятельно. Я думаю, что в районе 160 точно. Возможно, даже больше. То есть, он совершенно неэффективен в начале, но очень эффективен в конце. Если мы не будем его внутренний буфер сразу полностью опустошать. И, собственно, последний совершенно безумный генератор. Как тоже до такого можно было додуматься? Генератор под названием Netherstar Generator. Как вы можете догадаться, во-первых, у него в рецепте используется звезда Незера и 4 скелета. Уизер скелетонов, не скелета, черепа. И питается он, собственно, этими самыми Незерстарами. Давайте возьмем Незерстар. Одну. И запихнем ее в генератор. Мы увидим, что он сразу же заполнился. Потому что он вырабатывает 40 960 редстоун флагса за тик в течение двух минут. То есть, если у вас вдруг есть ферма Уизеров, допустим, или каким-то другим образом вы сможете себе производить звезды Незера, то этот генератор однозначно ваш выбор. У вас получается действительно халявная в некоторых смыслах энергия. То есть, как только вы должны убивать Уизера руками, то все хорошо, все сбалансировано. Как только у вас появляется какого-то рода ферма, или, допустим, у вас стоит какой-нибудь Relicary Mode, который позволяет вам дублировать Незерзвезды, то у вас появляется куча-куча энергии. Вот такая вот штуковина. Едем дальше. Дальше у нас предмет под названием Golden Lasso. Делается вот таким вот образом. Весьма, на самом деле, прикольная штука. Давайте возьмем, допустим, себе какую-нибудь корову. И поставим ее куда-нибудь вот сюда. Ой, она почему-то сдохла. Это что еще за радости? Пусть будет здесь. А, скорее всего, Незергенератор дает негативную энергию вокруг. Я забыл о его такой особенности. Кажется, она есть. Видимо, именно из-за этого у нас здесь все и дохнет. Или, возможно, они горят из-за High Temperature Furnace генератора. Не уверен, какой из этих генераторов такой эффект дает. Честно, не в курсе. Ну да ладно, есть у нас с вами корова. Мы, допустим, ее хотим отнести к себе на ферму, на базу. В принципе, мы могли бы воспользоваться ваниломеханикой, или, там, не знаю, порталганом, или еще чем-то похожим. Но здесь есть свой предмет. Просто right-click. И мы в наше лассо запихнули нашу корову. На tooltip мы видим, что здесь написано, что там у нас живет корова. Что мы можем делать при помощи этого гола на лассо? Так, не буду это делать здесь. Я это, допустим, сделаю где-нибудь вот здесь. Мы ее при помощи правого клика можем снова выпустить. Освободить, так сказать. А кроме того, если мы, допустим, себе возьмем наковальню, мы можем нашу корову переименовать. Вместо golden лассо напишем здесь, назовем ее Pinky. У нас, собственно, появилась корова под именем Pinky. У нее даже в tooltip это написано. Мы ее забрали сюда. И, собственно, мы все еще знаем, что у нас там Pinky. Этим golden лассо мы можем хватать любых пассивных могов. То есть, скажем, крипера или зомби мы захватить не сможем. Но корову без проблем. Давайте ее возьмем. Она нам, в принципе, может немножко попозже понадобиться. И посмотрим, что у нас есть еще в нашем замечательном моде. Paintbrush я вам рассказал. Нестабильные штуки позже. Это все позже, 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 позже. Так, есть у нас, собственно, предмет по названию watering can. Вот такой вот у нее рецепт. Мы, собственно, как только скрафтили себе такую вот леечку, мы ее должны, во-первых, наполнить водой. Вот источник воды. Одного клика, кстати, достаточно. Я здесь зря накликал. И после этого мы можем ее использовать как такую дешевую версию bone meal. То есть, она намного хуже, чем bone meal, заставляет что-то расти. Вот у меня даже не получается ничего вырастить на траве. Возможно, она работает только на каких-то посевах, которые вы посеяли самостоятельно. То есть, на пшенице, там, не знаю, на кактусах, еще там на чем-то. Вот такая вот, в принципе, альтернатива bone meal. Не очень мне нравится. Она, более того, периодически у вас будет истекать. Вам придется ее перезаправлять. Но тоже можно пользоваться. И, более того, отлично. У нас еще есть, оказывается, теперь и сломанный вариант. Естественно, мы его никак не можем сделать. Ну, ладно. Фиг бы с ним. И, собственно, наверное, последний предмет, о котором я вам расскажу в рамках предметов из модификации Extra Utilities, это Sonar goggles. Или звуковые очки. Делается вот таким вот образом. Тоже пока не особенно обращайте внимания на слитки в рецепте. Давайте их на себя наденем. Что произошло? Мы с вами стали хуже видеть. Для чего это нужно? Давайте с вами пойдем куда-нибудь в шахты. Как я уже говорил, где-то здесь у меня была шахта. И попробуем здесь найти какую-нибудь руду. Ну, вот, допустим, вы уже можете видеть то, что я вот навел мышку на камень. И мы видим расположение этого самого камня. Такими, как сказать, wireframe, если кто знает, что это такое. Такими призрачными линиями. Более того, чем меньше у нас с вами вокруг освещения, тем лучше мы видим эти самые линии. В принципе, они нам подсказывают, собственно, сколько и где у нас располагается того ресурса, на который мы сейчас с вами держим нашу мышку. В принципе, я тоже не очень понимаю, зачем это может понадобиться. Мы, допустим, видим, что вот здесь у нас столько кучи просто гравия, что у нас здесь куча гладкого камня, у нас здесь немножко угля. Она работает на совершенно любом предмете, даже вот, допустим, на земле. Но при этом работает тем хуже, чем больше света вокруг. То есть, вот если мы здесь с вами что-нибудь посмотрим прямо совсем рядом с факелом, мы не увидим ничего, ровным счетом. Не знаю, как этим можно воспользоваться. Если честно, я не вижу практического применения совершенно никакого. Потому что ходить в темноте по пещерам, то еще удовольствие. Ну, возможно, я не прав, и вы сможете каким-то образом это дело применить. Давайте я их сниму, чтобы снова видеть как человек. Так, на этом мы с вами, собственно, про все рассказали. Теперь я вам расскажу про ритуал, который нам нужен для того, чтобы получить вот эти самые нестабильные слитки. Сначала нам нужно с вами найти где-нибудь в сундуках. Это только можно найти в сундуках. Вы не можете это никаким образом скрафтить. И вы не можете, собственно, это получить в виде дропа смобов, только сундуки. Штуку по названию Division Sigil. Давайте вот представим, что мы ее с вами нашли. После этого идем мы с вами в чистое поле, где, собственно, внизу много-много земли. Земля — это важно. То есть в пустыне или там в океане, или где-нибудь на камнях это работать не будет. Нам нужна именно земля. Кроме того, нам нужен наш Enchanting Table, или зачаровательный столик из ванилы Майнкрафта. Поставить куда-нибудь сюда. После этого, при помощи нашего Division Sigil мы делаем правый клик по нашему Enchanting Table. Shift правый клик. Как только мы это сделали, мы, собственно, видим подсказку. Что нам нужно для того, чтобы произвести ритуал активации вот этого вот Division Sigil. Нам нужно то, чтобы у алтаря, во-первых, был круг вокруг из редстоуновой пыли. Чтобы алтарь мог видеть небо. В данном случае, чтобы он мог видеть луну. Чтобы у алтаря вокруг было достаточное количество земли. Чтобы алтарь не был освещен какими-то внешними источниками света. И, собственно, сам по себе ритуал должен производиться в полночь. Я вам забегая вперед, еще хочу сказать, что для того, чтобы этот ритуал провести, вам понадобится обязательно меч. И вам понадобится жертва. В качестве жертвы может выступать любой моб совершенно. То есть, как пассивный, так и, собственно, агрессивный. Я возьму себе вот эту самую замечательную корову пинки для того, чтобы, собственно, сделать эту замечательную вещь. Давайте возьмем, кроме того, пыль редстоуна и нарисуем круг. Такая магия приходит в Extra Utilities, но она всего одна. Ха-ха. Давайте попробуем еще раз, что мы с вами сделали. Во-первых, мы сделали с вами круг. И то, что и алтарь, и круг у нас, собственно, размещены на земле. Теперь дело за малым. Делаем себе ночь. Полночь. Делаем Shift правый клик. Нам система, собственно, говорит, что отлично время пришло, производите жертвоприношение. Как вы видите, наш с вами Division Sigil засиял. Ставим сюда нашу корову и убиваем ее. Очень далеко я это сделал. Давайте возьмем себе еще одну корову. Задача убить корову за время рядом с алтарем. Как только мы это сделали, у нас с вами вокруг наша вся земля превратилась в проклятую землю. Cursed Earth. Если мы с вами возьмем какую-нибудь, допустим, лопату или кирку. Да что ж такое? Шавел. Сделаем ей зачарование на Silk Touch. Silk Touch, Silk Touch, Silk Touch. Silk Touch. Мы можем эту самую землю выкопать. Она нам, в принципе, с вами может понадобиться. Единственное, что я здесь сейчас играю в Peaceful, поэтому, в принципе, никакой паники, ничего страшного при процессе активации нашего Division Sigil не произошло. Но, на самом деле, когда вы будете играть в реальной обстановке, у вас здесь сразу начнут переть большое количество мобов. То есть, немеренное количество мобов. Если вы играете один, я вам сочувствую, постарайтесь сюда прийти в хорошей броне. Если вам не нужна, собственно, проклятая земля, бегите отсюда как можно быстрее, потому что эти мобы с очень большой долей вероятности вас прикончат. Они просто в немеренном количестве наступают, поэтому отбиться будет весьма сложно. Но, при всем при этом, почему я, собственно, заговорил про Silk Touch и выкопал эту землю. На ней намного быстрее, намного быстрее, раз в 10 быстрее спаунятся мобы. То есть, в принципе, это достаточно неплохой вариант для организации автоспаунера, какой-нибудь такой мобо-фермы. То есть, фактически, достаточно поместить эту нашу проклятую землю в какое-нибудь темное пространство, и там будут появляться мобы достаточно быстро. При всем при этом, если, допустим, мы с вами возьмем сейчас какой-нибудь себе факел, поставим его на проклятую землю, земля начнет гореть. Эта земля очень чувствительна к свету. Ну, естественно, как только у нас закончится ночь, это бы случилось самопроизвольно, но я вот решил немножко помочь. Причем выгорает она, как сказать, огонь передается от блока к блоку. То есть, в итоге у нас вся сейчас земля здесь успешно сдохнет, особенно когда наступит день. При всем при этом она точно так же размножается, как и выгорает. Поэтому вот я себе взял две проклятых земли. В принципе, мне бы этого хватило на то, чтобы превратить весь свой вот этот вот остров в остров с проклятой землей. То есть, она постепенно будет распространяться на обычную землю до тех пор, пока, собственно, не сможет заразить все вокруг. Так что, в принципе, пары штук вполне себе хватит. Но при всем при этом, ладно, это первая часть ритуала. А вторая то, что мы с вами получили активированный Division Sigil, у которого есть 256, так сказать, применений. Мы можем этот наш Division Sigil применять только в одном. Для создания, тадам, нестабильных слитков. Каким образом это делается? Процесс называется деление на алмаз. То есть, мы берем кусочек золота, слиток золота, кладем в Division Sigil и кладем вниз алмаз. То же самое мы можем сделать с золотыми зубчиками, с голд наггетом. Но при всем при этом, не забывайте, если голд наггеты, все с ними будет в порядке, это обычный рецепт, то вот эти вот слитки, на то они и нестабильные. То, что у вас будет всего-навсего 10 секунд. На то, чтобы что-то из них скрафтить. Вы не можете их выбрасывать в мир, вы не можете их оставлять в инвентаре, вы не можете их класть в сундук. Вы их должны сразу же скрафтить. И более того, еще один, так сказать, плюс этого действия в том, что производиться оно может только на ваниловерстаке. То есть, никакие моды вам не помогут. Вы не можете это делать у себя, вы не можете это делать, скажем, на верстаке из Applied Energistics или из Storm Expansion, только ваниловерстак. Я вам продемонстрирую, собственно, каким образом сделать эти слитки. Но для того, чтобы нам с вами было немножко проще, помните, мы должны сразу же этот слиток применить, мы с вами сделаем Builder's Wand. Он делается весьма просто, нам нужен всего-навсего один нестабильный слиток и одна палочка. Поэтому давайте возьмем себе палочку. Да, кстати, собственно, что случится, если я не успею? Ну, что, я взорвусь. Все очень просто, все весьма логично. Кладем наш слиток последним. И, собственно, как только я его отсюда вытащу, у меня пойдет обратный отсчет до взрыва. Я вам скажу больше, они не стакаются, по-моему, всего прочего. Ха-ха. Берем отсюда слиток. И вот у него пошел обратный отсчет. Но мы с вами успели сделать Builder's Wand. Это первый инструмент, который вы хотите, наверное, сделать из вот этого самого нестабильного слитка, хотя бы для того, чтобы немножко попрактиковаться в создании таких слитков. Более того, как вы видите, у нас одно использование нашего Division Siege исчезло. Для чего нам нужна Builder's Wand? В принципе, допустим, давайте представим, что у нас с вами есть гладкий камень. Я его возьму сразу в стек. И сделаем мы из нашего гладкого камня себе какую-нибудь коробочку. Такую вот, допустим, не очень большую коробочку. Мы хотим эту коробочку нарастить вверх. В принципе, что мы с вами делаем? Представьте, что у меня нет креатива, что я не умею летать. Я хожу и вот так вот грустно сюда ставлю блоки этого самого гладкого камня. Надеюсь, что я внутренне не упаду. Что нам позволяет делать палочка строителя? Она позволяет достраивать уже готовые структуры, используя тот материал, который, собственно, у нас стоит в том месте, где мы с вами будем кликать, и тот материал, который у нас с вами есть в инвентаре. То есть здесь у нас с вами сделана структура из гладкого камня, значит, наша палочка будет использовать гладкий камень в своем строительстве. Правый клик, и мы сделали, собственно, себе еще этаж. Правый клик, и еще этаж. Правый клик, и еще этаж. В чем еще прелесть вот этих вот инструментов? Они не ломаются, если вы их используете по назначению. То есть если вы будете вот этой палочкой долбить по камням, она, конечно, в итоге сломается. Но если вы будете ей строить, то она проживет жизнь долгую и счастливую, и будет вас, собственно, радовать. Более того, мы это, конечно же, можем делать не только сверху, мы это можем делать на любой стороне. Допустим, вот так. Ать, ать. Или если мы нажмем клавишу Shift, наша палочка превратится в строителя таких, как бы сказать, балконов, не балконов, переходов. То есть она будет строить не все состояние, а только одну линию. Такая вот удобная вполне себе штукенция. Более того, если вы играете в креативе, вам, в принципе, можно взять из NEI не такую вот палочку, а палочку, которая Creative Builders Want. У нее, естественно, нет рецепта, она только для креатива. В чем разница? Она, собственно, будет достраивать вам структуру, не используя строительные блоки из вашего инвентаря. Вот таким вот образом вы можете достаточно легко и быстро построить себе какой-нибудь красивый домик. Ну или там, не знаю, опять же, строительство, помните, не ко мне. Ха-ха. Вот. Что мы с вами можем сделать еще из наших нестабильных инготов? Сначала я вам попытаюсь рассказать, как сделать стабильными. Давайте возьмем себе Gold Nugget. Ванила предмет, как вы помните. Возьмем алмаз. И в итоге мы с вами получим не нестабильный слиток, а полустабильный nugget. Таким вот образом мы его делаем. И получаем полустабильный nugget. Как вы видите, он не взрывается. Ничего не происходит, он вполне себе спокойненько лежит в инвентаре. Если мы с вами себе возьмем еще 8 таких штук, единственное, что они не стакаются. Единственный минус. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И, собственно, разложим их на нашем верстаке в виде куба. Кстати, в чем еще прелесть вот этих вот стабильных, точнее, нестабильных и почти нестабильных слитков и nuggetов? В том, что вы не можете использовать NEI для того, чтобы положить рецепт на ваш столик. Ха-ха. Вот еще одна такая сложность небольшая. Так вот, как только мы с вами соберем их 9, мы можем себе получить нестабильный слиток, который стабилизирован. Стабилизированные слитки у нас никуда не деваются. Мы можем их класть в сундуки. Мы можем их, собственно, носить в инвентаре, а с ними ничего не случается. И, естественно, мы их можем использовать для того, чтобы делать те же самые инструменты. Допустим, давайте с вами сделаем кирку. Мне еще нужны две палочки. Получилось у нас с вами Destruction Pickaxe. В принципе, это обычная кирка. То есть мы ей можем... Так, я в креативе. Мы ей также можем рубить предметы, как бы сказать, немножко дольше, чем обычно. Прямо-таки скажем. Даже не немножко, а прилично дольше. Но она, в принципе, для этого не предназначена. Она предназначена только лишь для одного. С ее помощью мы можем с вами убирать камень сразу в большом количестве и без дропов. То есть, допустим, нам нужно с вами отсюда убрать камень. Смотрите, с какой скоростью она будет его копать. И, как вы видите, никакой булыжник никуда не летит. То есть она его сразу уничтожает. Эта кирка пригодна исключительно для того, чтобы копать вот этот вот самый гладкий камень. И кажется, собственно, сам по себе булыжник. Больше она ничего делать не умеет. Естественно, как все инструменты из нестабильных слитков, она никогда вас не подведет. У нее никуда, никогда не появятся никакие повреждения. Кроме того, у нас есть нестабильная... Как же она называется? Лопатка. Экстра утеритес. Как называется эта лопатка? Эрошин шавел. Лопата эрозии. Как вы можете догадаться, делается, как обычная лопатка, только при использовании нестабильного слитка. В чем ее прелесть? Она точно так же будет справляться с землей, с песком и с гравием, как и обычная лопатка, только намного быстрее. И опять же, как вы видите, никаких дробов. В чем еще прелесть? Допустим, давайте все-таки я войду в креатив. И где-то у меня здесь, кажется, были горы гравия. В чем всегда была проблема с гравием? Кто помнит? Если мы начинаем его копать таким образом, что стоит целый, собственно, столбик, то он начинает падать. При помощи нашей лопатки проблема решена. Бум! И нету столбика. Она сразу скопала все. Такой вот удобный способ избавляться от гравия, от лишнего, и, допустим, от песка, если вас он по какой-то причине бесит, раздражает и вообще мешает вам жить. Собственно, следующий инструмент – это топорик, который, если честно, я не понимаю радости, как сказать, владения таким топором. Он лечит мобов вместо того, чтобы калечить. Он, собственно, не работает, как обычный топор, скажем, на деревьях. То есть, в принципе, как будто я рукой это делаю. Очень-очень слабо он рубит деревья. При всем при этом это оружие. Но вместо того, чтобы калечить мобов, он будет их лечить, более того, используя ваше здоровье. То есть, есть у вас там какой-то, не знаю, какая-то пострадавшая корова, кстати. Давайте возьмем корову. И я ее немножко чем-нибудь ударю. Допустим, один раз мечом. Вот у нее осталось полтора сердца жизней. Но при этом ее можно полечить при помощи нашего топора. Стой, стой, стой. Стой, дура. Я тебя лечить буду. Дурацкая корова носится. Ать! Я ее лечу за счет того, что у меня уходит жизни. Но она не хочет лечиться нормально, она от меня убегает. Да и, собственно, что-то как-то она ей лечиться-то особенно не хочет. Ну, по идее, должна. Единственный плюс этого топора, если вы им будете атаковать каких-нибудь скелетов, или кого-нибудь типа того, какую-нибудь нечисть, то есть зомби, скелеты, кто-то у нас еще, пауки к этому не относятся, и, возможно, даже какую-то нечисть из других модов, допустим, из Арс Мэджики, то она им будет наносить аж 4 сердца повреждения за один удар, точнее, я на он. При всем при этом, опять же, у вас будет теряться здоровье. Про это, пожалуйста, не забывайте. Ну, я говорю, что я не понимаю радости владения таким топором. Ну, и есть у нас еще меч, который, как вы можете догадаться, делается как меч. В принципе, у него плюс только один. Он немножко слабее, чем алмазный меч по атаке, но кроме того, что он никогда не сломается, он еще и будет игнорировать всю броню, которая надета на вашем противнике. Без разницы в ПВП или против, собственно, мобов, против монстров. Не лечит нифига этот топорик. Хотя, вроде как, партиклы идут, но почему-то жизни у коровы не прибавляется. Не знаю, почему так случается. Вот такой вот, собственно, забавный набор инструментов. А при всем при этом, мне осталось вам рассказать про два предмета. Первый из них называется Эндер Квори. Эндер Квори. Это, собственно, Эндер Карьер. Делается он очень-очень дорого. Нам нужна алмазная кирка. Нам нужно два Эндер Сормик Пампа. Эндер Сормик Памп делается вот таким вот макаром. Нам их нужно два. Кроме того, нам нужен Эндер Инфьюз Добсидиан. Делается он вот таким вот образом. Получаем четыре. И нам нужно два Эндер Кора. Которые делаются при помощи Мэджикл Вуда и Эндер Инфьюз Добсидиана. Кроме того, нам нужен Даймонд Эджет. Вот это как раз самый Компьютэйшнл Матрикс. Который делается тоже таким вот странным образом. Но при всем при этом, этот карьер, поверьте, того стоит. Для того, чтобы нам, собственно, поставить этот карьер, нам помимо питания, которое, кстати, мы можем взять из любого из генераторов, если у вас не установлены никакие другие моды, типа, как у меня сейчас. Но при всем при этом, у этого карьера есть еще несколько плюсов. Давайте возьмем себе забор. Причем, если у вас не установлены никакие другие моды, и вы можете использовать обычный забор, хорошо. Если вы не можете использовать обычный забор, если какой-то из модов его переделал, как это было у меня, вы можете воспользоваться любым из заборов из Extra Utilities. Делаются они из микроблоков, допустим, вот таким вот образом. Я думаю, как делать микроблоки, вы уже приблизительно в курсе. Как вот это, собственно, делать, как вот это сделать. Для того, чтобы получить такой забор. Хотя, знаете, давайте я, наверное, как раз и воспользуюсь каким-нибудь таким забором, допустим, из шерсти. Итак, давайте обозначим, собственно, границы нашего карьера. Делается это очень просто. Мы просто ставим этот забор. То есть мы хотим, чтобы наш карьер работал вот в этих границах. Ну, предположим. Дальше, на место стыка мы с вами ставим наш карьер. Как только мы это сделали, мы должны по нему кликнуть правой кнопкой мышки. Мы видим то, что наш карьер нашел, собственно, все границы, и у него сверху загорелась такая зеленая, как сказать, дырка, не дырка, такая зеленая фиговина. Теперь, как только мы этому карьеру подадим какое-нибудь питание, давайте воспользуемся генератором, допустим, чем-нибудь попроще. Возьмем уголь и поставим сюда генератор. Дадим генератору питание. Собственно, как только мы это сделали, наш карьер начал получать энергию. Я надеюсь, кстати, что начал. Да. Он, по идее, должен начать рыть. Единственное, что вы не заметите то, как он роет, потому что делает он это, не повреждая поверхность. То есть он будет выкапывать вам все, кроме земли, но при всем при этом вы почти ничего не увидите. Единственное, что для того, чтобы начать этому карьеру функционировать, нам еще нужно к нему сверху поставить сундук. Для того, чтобы было, куда ему выбрасывать вещи. Если у вас сундук не стоит, карьера у вас не работает. Вещи у вас, в отличие от карьеры из билдкрафта, не будут разбросаны по миру. Ставим сюда сундук, и вот видим, что наш карьер уже выкопал один кабл. Какой молодец. Уже два кабла, три кабла. Более того, мы должны видеть такие небольшие частички, которые исходят от блока. Учитывая то, что у него сейчас очень мало энергии, мы эти частички видим, но редко. Если мы с вами, допустим, попробуем прокопаться куда-нибудь сюда, мы увидим то, что наш карьер вот сейчас вот здесь копает. Мы знаем это из-за того, что у нас выкопанный блок, в нашем случае это камень, превращается в землю. То есть наш карьер дырок не оставляет. Он вполне себе все забирает, но все то, что он забрал, он превращает в землю. То есть здесь в итоге будет такая вот красивенькая полянка, как она была до этого. И более того, этот карьер каким-то образом влияет на землю так, что у нас здесь постепенно начнут расти деревья, цветы, трава и все прочее. То есть он еще и для природы вполне себе полезен. Такая вот удобная штука, несмотря на то, что достаточно дорогая. Еще один, собственно, его плюс по сравнению с карьером из Билдкрафта. Если вы знаете, вы, допустим, можете поставить карьер из Билдкрафта, 64 на 64 блока, 16 чанков, такая здоровая штуковина. Он будет держать все эти чанки загруженными. Если вы играете на сервере, это не очень хорошо, потому что сервер это грузит. Вот этот же самый карьер, он будет загружать ровно тот чанк, в котором находится он, и ровно тот чанк, в котором он сейчас производит раскопки. Каким бы большим вы его не сделали. Он всегда будет грузить максимум два чанка, а иногда еще и один. Если, допустим, он сам, и место, где он ковыряется, находится в границах одного чанка. Так что это намного более эффективная штукенция в плане обслуживания. Опять же, если здесь закончится, допустим, место карьера автоматически остановится. Если он закончит свое дело, свое копание, он автоматически остановится, не будет потреблять энергию. И, собственно, подойдя к нему и нажав на него правой кнопкой мышки, мы также можем увидеть, сколько он сейчас выкопал, и, собственно, где он сейчас копает. Такая вот удобная штуковина. Как только он закончит, по правому клику мы увидим то, что Quarry finished, то есть карьер закончился. И, собственно, последний блок, ради которого нам с вами придется пойти в Nether. И вот мы знаем в Nether. Собственно, у нас здесь есть лава. Мы хотим эту лаву отсюда начать черпать. Опять же, есть предмет в Extra Utilities, который называется Enter Thermic Pump, или эндротермический насос. Делается он вот таким вот образом. Я вам уже показывал рецепт, когда рассказывал про карьер, который требует два таких насоса в своем рецепте. Давайте его возьмем и поставим на один уровень с лавой. То есть, допустим, если мы его поставим вот сюда, то наш насосик сможет качать ту лаву, которая находится чуть ниже его. Опять же, в чем прелесть этого насоса перед насосом из Buildcraft? Во-первых, он не требует чанк-лодера. Он сам себе чанк-лодер. Он, опять же, будет точно так же, как и карьер, загружать тот чанк, в котором находится он, и тот чанк, собственно, в котором находится лава, которую он сейчас копает. Радиус действия у него достаточно большой. Насколько я помню, тоже 64 блока во все стороны. Главное, чтобы он начал эту лаву видеть. Для своего функционирования он также требует энергии. Давайте еще возьмем уголь. Наверное, в этот раз в блоке. Пошел процесс. 74 выдает наш генератор Redstone Flux. И, естественно, ему нужно место, куда выливать собранную лаву. Я воспользуюсь тенком из Open Blocks, потому что у меня вариантов немного. Мне особенно больше некуда все это дело сливать. Давайте поставим его куда-нибудь сюда. И вот он достаточно быстро здесь наполнился лавой. Как вы видите, насос работает быстро. Очень быстро. И то место, где он лаву собирает, он заменяет на гладкий камень или на каблстоун. Как правило, на гладкий камень. Потому что, собственно, каблстоун здесь случайно получился. Здесь тоже должен быть в итоге гладкий камень. Потому что каблстоун должен был сгореть в лаве. И обжариться до гладкого камня. Вот такой вот весьма себе эффективный насос. И вы не поверите, действительно быстрый. Естественно, он будет работать тем быстрее, чем больше энергии мы ему даем. Но, так же точно, как и насос из Buildcraft, ему будет достаточно нескольких, допустим, редстоун двигателей из Buildcraft, если вы им пользуетесь. Вот такая вот забавная штуковина. Ну что, YouTube. На этом, наконец-то, будет конец первой части обзора. Во второй части обзора я вам расскажу, собственно, обо всем том, о чем я рассказал в первой части. Если быть точным, то это трубы и апгрейды. Собственно, здесь осталось, наверное, пару страничек всего. Но я думаю, что трубы, апгрейды и ноды, они требуют отдельной части обзора. Потому что я не хочу все это дело мешать с остальным модом. Вот. Ну что, я надеюсь, что вам понравилось. Увидимся с вами в следующий раз. С вами был Zik The Hedge. До новых встреч. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok